Порвался пыльник у меня вот этот, вот он. Но у меня есть запастной привод. Искрую летят, вы видели? Я тем временем снимаю интеркрулер. Чё с ней случилось? Не знаю. Это мы уже видели? Мы у Юрки опять. Вот этот размер, смотри какой. Смерть 90. Стоковый размер. С чего это ради? Нет, смотри маркировку. А где ты их нашёл? Вот под них сейчас будем точить. А такие лёгенькие, слушай. На EG22 ребята, если кто не понял. Видите? Поршня EG22. Вот так. А где ты нашёл, слышали? На заказ делали. Точить блок будут под эти поршни, короче. Блок 20, 20к блок. Правильно? Покашный блок закрытый. А поршня будет EG22 сюда запихиваться. Посмотрим. Да китайский, наверное. Практически, да. Корейский. Малайзия или Индонезия. Ну так они не кованые, они литые. Это литьё, да. Обычные литые. Видите, у них на ковке такого нет. Обычные литые. Но всё равно прикольно будет. Посмотрим сколько они проходит? Эксперимент. А чё ты не стал? А мы не смогли. Вот мои лежат девяносто два с половиной. И не смогли. Какой получается? Четвёртый, четвёртый с этой стороны. Не смогли? Не смогли. Не смогли. Чё-то вы там не смогли, короче. Расточить. А он же ржавый был. А, то есть он уже больше, чем... Больше, чем... Больше, чем... Больше, чем твоих башня, да. Да, да. И зазор уже получался больше, чем на 12-сот грамм. Или третий. Или двадцать грамм. Или двадцать грамм. Ну он просто с той стороны, Юра, его перевернуть надо. А, вот. 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 На поле, не достянутое всё как надо. Ну, это Юра, наверное. Ты же Юра, правильно? Ха-ха-ха. На поле, не стяну. Красава. Понятно. Поэтому ты теперь с морле переходишь на китайские поршня. Да. Но большего размера. Ну. Если ставишь ты два с половиной, у тебя будет объём 2,35. Ну да. Так. А двух с половиной, если ставишь. Ты строкер-строкер будет прямо? Ну, вряд ли. Строкер-строкер, по высоте они сильно высокие. Ну, два с половиной будешь ставить? Скорее два. То есть два и два будет в чистом виде? Да. Два и два на коротком ходе. На коротком ходе. Ди-строкер. Ха-ха-ха. Юра только сразу... Внёс, смутывая. Он сказал в понедельник. С понедельника начнётся восьмой месяц сборки твоего мотора. Не, это будем считать. Активная фаза началась на прошлой неделе. Ха-ха-ха. До этого моё бак заправить. А он жрёт быстрее, чем заправки льёт. Ты что делаешь? Юра уже полчаса достаёт перчатку. Из мотора, из блока никак не может достать. Нахера ты этого засунул? Надо, да? Чтоб грязь не попала. Глупо. Он стянут сейчас на моменте, да? Всё. И крутится и вертится на масле. Ух ты, блин. На полене на этом. Он полторы сотки зажал. Класс. А кто делал постель? Постель я делал. На чём? На ротере вот это? Да. Ты делал на ротере вот это? Как этот большой-большой такой член. Там внутри. На этом ротере. Он у тебя работает, да? В ништях работает. Тут ещё. Просто в таком всё время видео стоит, как в закрытом. А, вон стружку вижу, да? Точно не врёшь. Стружка в дырках. Работает ротлер-то? Работает заебись. На том же ремешке на половиннике. Да. Это 25-й мотор? Да. Судя по поршням. Поршня здоровая. Да, да. 99-е. 99-е. А в этих? 96-е. 96-е. А 92-е это на стандарте? По основу? На стандарте. 600-я головка уже, наверное, вертится. Да, хрень? Много. Она спит во сне головки, что-то. Устал. Устал. Устал ставить головку, Юра. Фреза хорошая у тебя, слушай. Две фрезы. Ну, ты был на измене. Да, тогда думаю. Порвёт. Если порвало, всё. До свидания, да? Угу. До свидания, влог. Если порвёт. Датчик давления масла 0,15 в стоке. Да ну нахер. Я даже замерял, если я на мотоцикл уже выбирал датчик. Замерял. То есть это когда вообще... Это тогда срабатывает, тогда загорается лампочка давления. А все свободисты говорят там, ай, 0,9 у меня есть на холостых. Это много или мало? А 0,8? 1,5? Вот, блядь. 0,15. Да, да, да. Датчик давления стандартный стоке. Да, да, да. Датчик давления стандартный стоке. Датчик давления масла стоковый. Это что-то делаешь? Мол? Промываешь? Мол. Хлорги к сединам, да? Хлорги к сединам, да? Хлорги к сединам? Одно я не открутилась. Крепко гайка была закручена. Специальная накидка такая. С палкой. порвался пыльник у меня вот этот вот он сука но у меня есть запасной привод сейчас мы вот этот вот этот пыльник туда переставим а здесь граната заклинившая а это просто колесо вывесилась он выход большой сюда и можно любить привод туда там есть расстояние поэтому можно выбить она на сжатом до половины не получится такая на фишка а пока бывает когда разный износ колес при одинаковом размере разный износ редуктор вылез в бок до тиски много поведали много потом эх сука блин а столько мороки не могут их разъемные сделать так хопа дело все есть такие на недолго ходят приходит контрактным с таким смазки все капец весь попал они вот их давно ездил да нет так то это как бы ничего ничего у меня вытекло так примерно ложки две столовых на может добавить все таки есть но еще но еще похоже да так то только 2 так то толстый но я тоже посмотрел быть нормально который ставит более моей первой привода вот интересно почему он заклинил где-то чуть развалилась клинит если туда попадет земля вода и это заклинило так развал получается не от нагрева смазка не сгоревшие значит просто упирался да и заклинил как их полевых условиях меняют особой тиски такие возить и две колоды даже не снимается вот пойти иски улетят тоже снимается не я не буду это снимать как-то это не по себе жалко даже его жалко снимать через за день рваные обратно привод про запас так дима притащил лямбда на лямбде написано 192 400 серый 2042 и мы сейчас будем ее ставить вместо моей верхней только надо переделать проводку а я считал что у меня 901 в конце маркировка чего это короче от неизвестной машины сушит волосы волосы сушит золото намывает 10 крышек головок 1 грамм золота вы думали что он что он тут а он тут этого как говорится не хватит они весь позолоченные крышки позолоченные грамм золота с 10 крышек в группе веста водов состоишь да тоже время времени что-то писать нету но интересно послушать чё пишет чё там про веста можно писать это отвалилась до руль отвалилась сиденье отвалилась на ivities самый большой недостаток рада местному дnemу здесь кому то мощности не хватает антикоразийка все антикор там и ну а ты на отвечу downturn ну как почему оцинкованные mercedes место вряд ли differently но антикортом но это базар нет вообще чтобы веста была без антикором коричневый такой которым все обмазывают советскому шан там не только обмазан там залито вообще дыр на пороге на солнышке стоит лужа лада место но юрка любит советский авто только советском патриот блядь коммунист пионер был комсомолец теперь коммунист любишь жириновского я же сразу такой вопрос задал компрометирующий а чем назад не крутится у нас от нельзя понятно ну крутится молодец компрессии есть молодец я же его не полностью перебирал только фрезеровал папана регулирует я понял 0.25 0.25 ну нифига я умный наугад сказал ну и примерно сказал я примерно представляю сколько бы я бы будучи конструктором это сделал чтобы не стучало чтобы на горячую компенсировался все почти сейчас попрем попрет 2 чтобы машина не протянулась происходит достаю камеру снимаем сейчас тебе за лайка динамометрическим ключом гайки притягивать вообще респект за респектом будет я тем временем снимаем трекулер потому что он сломался берем ключ на 22 откручиваем лямбда счета с ней сука произошло что она выдала чек все будем ее менять на другую час не случилось не знаю я не знаю до 191 по моему 226 11 191 а